Доброе утро! Наступила пора сбора урожая и как следует пора домашних заготовок. Молодым хозяйкам часто этот процесс кажется очень сложным и почти мифическим. Сегодня я покажу и расскажу, что все достаточно просто. Ведь не важно, что вы будете заготавливать варенье, соленье или салаты, принципы подготовки тары и закатки одни и те же. Поговорим о банках. Их объем зависит от того, что вы в них будете закатывать и от нужд вашей семьи. В двух- и трехлитровые банки закатывают компоты и овощные ассорти, а в литровые и меньше салаты и все остальное. По типу горлышка есть банки twist-off. На них нужна вот такая закручивающаяся крышка и банки с горлом под закаточную машинку. Но для нее нужна специальная машинка. Имейте это ввиду. Непосредственно перед наполнением банку осматривают на предмет повреждений и различных сколов. Далее следует тщательно вымыть банку. Можно использовать обычное моющее средство, но опытные домохозяйки рекомендуют использовать обычную пищевую соду. Для домашних заготовок посуда должна быть стерильная, поэтому далее идет процесс стерилизации. Можно стерилизовать на пару, в кипящей воде, в духовке, но, честно говоря, мне легче использовать микроволновку. Для этого наполняем тару на одну четверть обычной чистой холодной водой и несем в микроволновке. Ставим на самую высокую мощность примерно на 10 минут. Что касается крышек, то их также непосредственно перед заказкой стерилизуем в кипящей воде. Что касается продуктов, им также следует уделить особое внимание, тщательно вымыть и удалить какие-либо повреждения. Ну а дальше следовать выбранному рецепту. Также в рецепте будет указано, какой именно метод консервации вам подходит, со стерилизацией, по стерилизации или без. И плотно закатываем либо машинкой, либо руками, в зависимости от типа крышки и горлышка. После стерилизации банку необходимо проверить на герметичность. Для этого ее просто переворачивают. Ну а для того, чтобы заготовка медленно оплодилась, ее накрывают полотенцем. Вы можете использовать шубу. Кому как удобнее. Ну вот и все. Как вы видите, достаточно все просто. Не бойтесь, пробуйте, и у вас все обязательно получится. Ну а я желаю вам хорошего дня и вкусных заготовок!